В Таллине во избежание затора, в центре города и других местах предусмотрены специальные полосы для общественного транспорта. Это необходимо для того, чтобы автобусы и троллейбусы следовали по расписанию и пассажиры оценили то, что наш общественный транспорт соблюдает графики, не томится в пробках. Однако есть водители, которые используют эти полосы, чтобы доехать как можно быстрее, вызывая негодование законопослужных участников движения. Ярким, но негативным примером тому является дорога с разворотом на улицу Гонсёри. Основное проблемное место – это улица Гонсёри, где водители привыкли использовать полосу общественного транспорта, потому что это улица с реверсивным движением. А вот второе место частых нарушений – от пересечения таксопарка в сторону улицы Эндла и улицы Техника в сторону города, где также есть несколько особых поворотов. Однако даже если полосы общественного транспорта пустуют, то их можно использовать только для маневров, например, обгона или поворота направо или налево. Согласно закону, пользоваться полосой общественного транспорта могут перевозящие клиентов такси, оперативный транспорт и электромобили. Полиция со своей стороны делает многое, чтобы предотвратить такие нарушения, хотя каждому такому проблемному месту постоянный наряд не выставишь. Мы мониторим ситуацию постоянно, но не ежедневно, хотя теперь можно сказать, что это одна из основных наших тем. Больше всего говорят об улице Гонсёри, о шоссе Тамсёре, особенно на участке между улицей Редки и бульваром Сыпрусы. В долгосрочной же перспективе будущее будет за автоматическим мониторингом. И если специальные камеры разместительны в путях общественного транспорта, то такие информационные установки смогут быстро выделить как обыкновенный автомобиль, так и электромобили. Однако особенно тяжело приходится водителям автобуса в центре города, где на полосах для общественного транспорта также разрешено движение велосипедистов. Проблема заключается в том, что при определенных условиях водитель автобуса просто не может заметить велосипедиста. У автобусов, как и у автомобилей, есть определенные слепые зоны. И мы часто не видим то, что происходит рядом. Если велосипедист находится особенно близко, рядом с кабиной автобуса и в нескольких метрах от него, водитель автобуса его не увидит. Что же касается дорожных камер, то они пока фиксируют только превышение скорости. Но нарушителям не стоит полагаться на то, что полиция не ведет отдельного учета нарушителей полос общественного транспорта. Ведь за один такой дневной рейд многие нерадивые водители могут получить штраф в размере 20 евро. Сергей Овченков, Юлор Луб, Йонас Киммель. Новости Таллина.